Ну вот он, аппарат, который меня контролирует. Если я слишком далеко от него уйду, он сработает. Максим Халтурин может перемещаться только по своей квартире. Признается, что рад даже такому варианту. До домашнего ареста последователь веры, свидетелей и иговы три с половиной месяца провел в СИЗО по обвинению в создании и продолжении деятельности запрещенной экстремистской религиозной организации. В октябре 2018-го к Максиму нагрянули с обыском, изъяли технику и религиозную литературу. И сразу меня к стенке поставили, руки на стену прижали, ноги сказали, что на шиль на плеч поставить. Ну так я понял, что то страшное, что стало происходить в России, стало со мной происходить. Очевидцами обысков стали родители Максима, которые живут вместе с ним. Пенсионерам нужен уход. Мать плохо ходит, отец перенес инсульт. Для пожилых людей визит силовиков стал шоком. Нас разбудили. Я встала, смотрю полный на этот коридор народу. Все в черном какие-то. Потом Максим стоит лицом к стенке, ноги и руки на расстоянии. Из-за здоровья родителей суд смягчил условия содержания Максима и перевел его под домашний арест. Но возможности позаботиться о близких у Максима по-прежнему практически нет. Он не может дойти до магазина, чтобы купить продукты и лекарства, позвонить в больницу, решить финансовые вопросы в семье. Сейчас Максим вынужден жить на пенсию родителей. Я не могу работать. Я был индивидуальным предпринимателем, но практически все разрушилось, потому что понятно, что заказчиков я потерял всех. Я их не могу ни видеть, ни слышать. Понятно, что ко мне никто из них приходить не будет. Тем более я фактически ничего не могу сделать. У меня металлообработка была. Владимир Коробейников – еще один обвиняемый последователь по делу свидетелей Иеговы в Кирове. Сейчас он тоже вынужден жить на средства жены и дочери, которые находятся на инвалидности. У супруги первая группа, она не встает с кровати. Владимир – единственный в семье, кто имел физическую возможность выйти на улицу, чтобы купить лекарства и продукты. После обыска изъяли всю аппаратуру, оргтехнику, забрали даже ее сотовый телефон. Надо отдать должное, что корректно они проводили операцию, никаких оскорблений не было. Сразу хочу сказать, одна из понятых, соседка наша, она пришла и позаботилась о том, чтобы моя жена смогла повезти друзей. Спустя два месяца содержания в СИЗО суд перевел Владимира под домашний арест с возможностью на три часа ежедневно выходить на улицу. Но этого времени, по словам мужчины, не хватает даже на решение жизненно важных вопросов. Собственными проблемами со здоровьем Владимир заняться не успевает. У него в карточке написано «консультация онколога». Онкология у нас очень далеко. То есть, чтобы съездить туда на консультацию, нужно минимум полдня. Владимир рассчитывает, что отношение к свидетелями Еговы в России изменится и надеется на помощь главы государства. В декабре 2018 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин сказал, что представителей религиозных сообществ не должны зачислять в деструктивные и террористические организации. Знаете, я когда сидел в СИЗО, там радио постоянно работает весь день, да, и хоть оно плохо слышно, но вот эти слова я услышал оттуда. И для меня так было очень ободрительно услышать, что власть, Путин в лице правителя государства, он выразил, высказал такие слова. Однако адвокат обвиняемых Егиазар Черников говорит, что за прошедшие два месяца количество дел в отношении последователей и свидетелей Еговы в России только выросло. Если в конце 2018 года их насчитывалось около сотни, то сейчас уже около 120. Ну, цифры говорят сами за себя. То есть, они увеличиваются, они не уменьшаются. Мы считаем, решения судов не являются справедливыми с точки зрения общепринятых человеческих ценностей. Мы будем оспаривать и будем добиваться справедливости. Сейчас адвокат обвиняемых в экстремизме кировских последователей и свидетелей Еговы подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении верующих кажется стороне защиты неправомерным, ведь все обвиняемые раньше не привлекались к уголовной и административной ответственности. Сейчас кировским последователям свидетелей Еговы грозит от шести до десяти лет заключения. Мария Миханошина, Владислав Крысов и Александра Филипова для Настоящего Времени.